Добрый вечер, дорогие друзья! В студии новостей Таллина и Екатерина Плехова и мы начинаем наш выпуск. Таллин получил статус города по любикскому праву в 1248 году, когда вступил в Ганзейский союз. Многие утверждают, что это был прообраз современного Европейского союза. И день Таллина, который мы отмечаем 15 мая, был посвящен этому историческому событию. Мероприятие с каждым годом становилось все масштабнее, но в прошлом году из-за пандемии его пришлось даже отменить. А в этом году скорректировали программу с учетом нынешней реальности. И все же, некоторые красивые и важные традиции не были утрачены, и о них в репортаже Сергея Овченкова. День Таллина стартовал с традиционного открытия ворот на улице Люгик-и-Ялг, границы между Выжгородом и Нижним городом. Эта традиционная церемония знаменует начало дня города. Премьер-министр стучит в ворота, а мэр их открывает. В этом году в ней приняли участие глава правительства Кая Каллас и мэр столицы Михаил Кылвард. Данная традиция происходит каждый год именно на этом месте не случайно. По словам мэра, между Таллином и Томпио была построена стена, изначально, правда, с целью обеспечения безопасности движения. Однако позже она получила название, так сказать, стены недоверия, поскольку между Томпио и Нижним городом порой возникали трения. Но теперь же подобная встреча в День Таллина символизирует доверие и сотрудничество между государством и Таллином. Действительно, эту разделяющую город стену называли также стеной раздора. Еще пару веков и даже лет назад отношения между Томпио и Нижним городом были непростыми. Однако, к счастью, это осталось в прошлом. Я рада, что мы можем сотрудничать, и эти ворота всегда открыты. С Днем Таллина! И действительно, хочется надеяться, чтобы отношения между государством и городом стали бы более открытыми. А для этого политикам нужно больше отталкиваться от потребностей граждан, а не от своих амбиций. И тогда можно будет с уверенностью сказать, что сотрудничество развивается в полной мере. Безусловно, у нас на многие вещи разные взгляды, но никто не может и не должен себе позволять становиться в позу. Потому что мы здесь, будучи руководителями, обслуживаем не личные амбиции, а работаем в интересах людей. И поэтому дела, проекты должны двигаться и развиваться. Мы все прекрасно знаем, что Таллинн никогда не будет достроен. Это означает, что он и впредь будет развиваться. Впереди ремонт городского холла, строительство Таллиннской городской больницы, которую уже сейчас называют проектом Века. Идут работы над дальнейшим развитием Рейди Т, Бастиона Скона и строительством нового здания оперы. И действительно, такие планы по развитию городской среды настолько воодушевляют, что Таллинн впору бы снова попробовать свои силы в борьбе за получение титула культурной столицы Европы, как это было сделано в 2011 году. Таллинн вполне может претендовать на титул мировой столицы. Но, конечно, с культурной столицей придется подождать немало десятилетий. И претендентов немало, да и впереди Тарту, который уже получил этот титул. Но не будем забывать, что Таллинн прикладывает все усилия, чтобы стать зеленой столицей Европы в 2023 году. Впрочем, мероприятия, призванные улучшить зеленую составляющую, также прошли в рамках Дня Таллина. И подробнее об этом вы узнаете в следующем сюжете. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Май в этом году по-настоящему праздничный месяц. Пасха совпала с празднованием 1 мая. Потом последовали 9 мая, День Матери, День Европы, День Победы. А завершил череду знаменательных событий День Таллина в минувшую субботу. Именно к этой дате в столице было высажено более 53 тысяч цветущих растений. Причем 15 мая в посадке цветов приняли участие и горожане. А те, кто ехал сегодня на работу или вышел на прогулку, мог полюбоваться замечательными цветочными композициями, украсившими столицу. Подготовка к любому празднику начинается с генеральной уборки. День Таллина не стал исключением. И с утра в столице прошел парад уборочной техники для того, чтобы город засиял. Ну а потом во всех районах столицы началась высадка ярких летних цветов. В этих праздничных работах с удовольствием приняли участие как представители городского правительства, так и сами таллинцы. Власть на мя и цветник устроили прямо на мосту Палости. По словам мэра Таллина, после тяжелого и напряженного года эти прекрасные растения дарят не только позитивные эмоции, но и зеленую энергию. Город у нас на 30% зеленый. Это парки, леса, зеленые насаждения. Но на самом деле человеческая жизнедеятельность влияет зачастую негативно. Эти зелени становятся меньше. Мы хотим не только ее сохранить, но сделать так, чтобы город становился зеленым еще больше. Если вспомнить конец года и рождественское время, то здесь все было так красиво украшено. А в вечернее время все эти мосты были хорошо освещены. Весной и летом здесь цветы. Я считаю, что это привносит очень много позитива и добрых чувств. Это нужно. На мосту Палости теперь цветут петунии, бархатцы, декоративный шалфей и другие представители растительного царства, выбранные для городской среды специалистами по озеленению. Теперь наступает очередь расцвести и остальным Лас-Намяйским мостам. Это лишь первый из четырех мостов, которые мы будем в этом году озеленять. На очереди Линда Киви, на очереди Сары Пига, на очереди Пая. Наша цель в том, чтобы даже такие серые, на первый взгляд скучные элементы городского пространства, как бетонные мосты на Лагнате, стали чем-то интересным и, может быть, даже завущим горожан сюда. Очень важным в экологической концепции Таллина остается сохранение и поддержание видового разнообразия. Предпочтение отдается растениям, которые привлекают насекомых-опылителей. Именно поэтому в центре внимания оказался зеленый коридор Путоковель, соединяющий несколько районов города. Пестрые клумбы появились в Пыхья-Таллине, Пирита, Кристине, Хаберсте и Мустамея. Я надеюсь, что все, кто сегодня пришел поучаствовать в посадочных работах, получили массу удовольствия от сегодняшнего дня и от растений, потому что вскапывать грядки, рыхлить почву, сажать цветы – это же наслаждение. И я желаю всем хорошего дня Таллина. По словам Эхи Вырк, даже природа помогла высаживать цветы в день Таллина, потому что утром сияло солнце, а затем пошел дождь. И каждый садовод знает, что теперь цветы уж точно пойдут в рост. Цветочные толоки в день Таллина буквально утопили город в цветах. Всего в этом году высажено 54 448 цветущих растений. Лентуровская, Андрес Лоурендт, Новости Таллина. Но, к сожалению, не только праздниками и цветами полна наша жизнь. Как и было обещано властями, сегодня по всей стране начали открываться центры массовой вакцинации от коронавируса, а записаться на прививку смогли и жители страны старше 16 лет. В Таллине центр вакцинации открылся уже сегодня в культурном центре Кая. Завтра появится еще один в спортхолле Тондираба. В центре вакцинации в Мустаме побывал Илья Бань. Параллельно с начавшимся сегодня масштабным смягчением ограничений стартовал и принципиально новый этап вакцинации. Два часа назад открылась электронная регистрация на вакцинацию людей возраста 16+. По сути, это означает, что только сегодня процесс вакцинации в Эстонии становится по-настоящему массовым, то есть вакцину может получить любой желающий. С сегодняшнего дня вакцинационный центр Ляна Таллинской центральной больницы открыт в Мустаме, в помещениях культурного центра Кая. По признанию доктора Аркадия Попова, жители Эстонии очень мотивированы, и это, в свою очередь, приближает нас к победе над вирусом и должно уберечь страну от третьей волны. Сегодня открылся вакцинационный центр здесь, в культурном центре Кая, под поддержкой Таллина и Мустамяйской городской управы. Завтра, после обеда, будет открываться второй вакцинационный центр. Примерно такая же мощность у этого центра. Больше тысячи вакцин в сутки в Тондирабо. И там будут работать наши коллеги из Восточно-Таллинской центральной больницы. И, соответственно, если нужно будет еще нарастить наши усилия по вакцинации здесь, в Таллине, то будут открыты дополнительные центры. Сегодня такой необходимости пока что нет, так как поставки вакцины хоть и значительно выросли, но все-таки в идеале ее могло бы быть еще больше. Первые итоги регистрации возрастной группы 16+, будут в ближайшие дни. Доктор Попов убежден, что такая активная группа, где много учащихся за границей и любителей путешествовать, мы увидим много желающих получить вакцину. Ну а сегодня в Мустаме Александр и Татьяна оказались среди первых, кто получил долгожданную первую дозу вакцины Pfizer в центре Кая. На их взгляд, регистрация и сам процесс вакцинирования организованы просто и логично. Я начала регистрироваться где-то в полдесятого, и сообщение было, что передо мной в очереди 6 тысяч человек. Подождите. Ну где-то минут 40-50 я подождала и быстро зарегистрировалась. Вообще без проблем. Это было несложно. Ожидать пришлось в виртуальной очереди около часа. Дальше все было просто, понятно. Сейчас ждете свою очередь? Сейчас я уже укол сделал. Я жду 15 минут и, наверное, буду свободен. В связи с обустройством центра вакцинации в культурном центре Кая изменится схема движения в прилегающих кварталах. А некоторые улицы станут односторонними. Судя по тому, как работал сегодня центр Кая, Таллином была проделана хорошая подготовительная работа. Пробные дни у нас были уже в марте месяцы. И, конечно, мы сделали свои корректуры в этой работе. Сейчас мы готовы. Центр будет у нас работать три месяца. Могу сказать, что все очень корректно. Люди знают, как обращаться с клиентами. Клиенты точно знают, куда идти, какие бумажки заполнять. И эта все процедура достаточно быстренько проходит. В центре Кая и начиная с завтрашнего дня в центре Тонди рабо-прививку от коронавируса делают препаратом Pfizer. Вакцинирование второй дозой состоится через шесть недель в том же самом месте. Время и место менять нельзя. Со следующей недели в оборот добавят и вакцину Янсен. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. В Эстонии более 400 тысяч человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. А теперь уже можно говорить о действительно масштабном характере вакцинации населения. Причем появились практически все возрастные группы, которым рекомендована вакцина. А некоторые специалисты говорят даже об историческом повороте в деле защиты населения от коронавируса. Сегодняшний день отмечат сразу двумя позитивными новостями с коронавирусного фронта. Первые ослабления и ограничения затронули сферу образования, все дети могут теперь ходить в школу. Следующий блок послаблений вступит в силу в следующий понедельник, а еще один через две недели. Но эксперты напоминают, вирус не исчез, а контакты между людьми станут более насыщенными. Противоядием будет служить процесс вакцинации населения, который с сегодняшнего дня хватит все население в возрасте 16+. Если посмотреть на темпы вакцинации, то они в последние недели в 15 раз выше, чем темпы заболеваемости. Это хороший показатель. Число людей, защищенных вакциной, растет, а это дает уверенность, что шаг за шагом мы сможем открывать общество и в лучшей мере будем осенью готовы к возможной новой волне. Сейчас спрос на вакцину по-прежнему превышает предложение, особенно в категории жителей моложе 50 лет. Пока мы находимся в положении, когда спрос на вакцину больше, чем ее предложение, но ситуация меняется. За последние 10 недель прививки получили 300 тысяч человек, за предыдущие 10 недель 100 тысяч. Общий объем заказанных док измеряется несколькими миллионами. Вакцины хватит на всех. Нарекания вызывает перегруженная система дигитальной регистрации, но при разработке она не была рассчитана на такой наплыв пользователей. Дигитальную регистратуру никто не планировал использовать с такой нагрузкой. Это не было заложено в проекте. Чтобы теперь обеспечить возможность регистрации для всего населения страны сразу, то потребовались годовые расходы в размере более 15 миллионов евро, плюс расходы организаций, оказывающих медицинские услуги. Для одноразовой инвестиции такие расходы не являются разумными. И создание двух параллельных платформ, одной для регистрации желающих вакцинироваться, а другой для регистрации на прием к врачам специалистам, технически и финансово показалось экспертам неоправданным. Все же, несмотря на проблемы, удалось организовать виртуальную, а не живую очередь. Вскоре работа дигитальной регистратуры выправится. Цель страны остается прежней. В течение июня у всех желающих должна быть возможность получить хотя бы одну дозу вакцины, а к концу лета – две дозы. Михаил Владиславлев, Мартейнло, Новости Таллина. Пожалуй, нет такой сферы жизни, которой бы не коснулась пандемии. Для многих любителей искусства в прошлом году стала печальная весть об отмене фестиваля «Золотая маска» в Эстонии. И вот сегодня радостное известие. Хочется верить, что фестиваль состоится, о чем свидетельствует и то, что билеты на спектакли поступят в продажу на этой неделе. Сегодня наш гость в студии – Светлана Янчик, продюсер этого самого популярного праздника искусств в Эстонии. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, мы очень рады. Мы не будем, конечно, загадывать наперед, но хочется верить, что все пройдет как нужно. Ведь мы сможем наконец-таки увидеть самые популярные спектакли прошлого года, где билеты на них раскупались просто за считанные минуты. Да, это спектакли, наверное, вы имеете в виду спектакли Театра нации. Это действительно два самых популярных на сегодня спектакля в Москве. Это спектакль «Иранская конференция», который мы уже пригласили в прошлом году, и совершенно новая, свежая премьера театра. Это спектакль «Горбачев», который поставил латвийский режиссер Алвис Херманис. Этого режиссера тоже знают в Эстонии хорошо. Мы привозили его спектакли. Потом фестиваль «Сон в зимнюю ночь» показывал целый ряд его спектаклей. И, конечно, это такие топовые спектакли, и заполучить их было крайне сложно, потому что там заняты звезды, причем звезды первой величины. И сегодня у всех планы, графики спутаны, поэтому вот вписаться было крайне сложно. Но огромное спасибо театру, огромное спасибо нашим партнерам в Москве. Нам это все-таки сделать удалось. Но у нас и будет еще один очень желанный гость. Это Константин Райкин. Да, это актер, которого лично я очень люблю. И я думаю, что поклонников его таланта и в Эстонии очень много. И мы привозили спектакли с его участием. И это будет новый спектакль «Шутники», который поставил Евгений Марчелли. Тоже режиссер с таким громким именем и с определенными ожиданиями публики. И ему удалось совместить такой русский традиционный психологический театр и театр такой яркий, отчасти даже карнавальный. В общем, я думаю, что те, кто придут посмотреть этот спектакль, будут и удивлены, и в то же время получат то, что они ожидают от встречи с любимым артистом. И это спектакль по пьесе Островского, которая практически не ставилась никогда и нигде. Самый главный вопрос – когда билеты поступят в продажу? Билеты поступят в продажу уже для наших подписчиков 19 мая. С кодовым словом они смогут выбрать лучшие места 21-го. Все остальные смогут уже в открытой продаже приобрести билеты. Вся информация есть на нашем сайте, на сайте пилетелевии. Можно посмотреть и исполнителей, и те театры, которые приедут. И самое главное, мне бы хотелось напомнить, что есть спектакли для детей, детский уикенд. Поэтому, родители, будьте внимательны, подберите для своих детей хороший репертуар. Еще один немаловажный вопрос. В нынешней ситуации, как пройдет пересечение границы, не будет ли каких-то неожиданностей, неприятных? Мы надеемся, что нет. Мы к этому готовимся. Мы предполагаем, что будут обязательно тесты, которые мы сделаем. Более того, в России у нас полным ходом идет вакцинация. Пользуясь случаем, я хочу попросить зрителей, вакцинируйтесь. И это поможет нам провести фестиваль. И я надеюсь, что он будет безопасным. Это тоже очень важно сегодня. Опять-таки, вернемся к ситуации пандемии. Все очень сложно. У всех бюджеты ограничены. Но, тем не менее, благодаря в том числе вашим партнерам и в том числе городу Таллину, это стало возможным. Это стало возможным. И это было действительно трудно, потому что сегодня мы продаем 50% зала. И это, понятное дело, очень ограничивает наш бюджет. И город нас очень хорошо на протяжении всех лет, сколько существует фестиваль, поддерживает. И всегда, в общем-то, откликаются на наши самые разные просьбы. И это очень важно. Это очень важно. И поддержка наших спонсоров, и поддержка города, и поддержка Министерства культуры также. Спасибо вам большое. И до встречи уже на спектаклях «Маски». До встречи. Я очень верю. Ну что же, друзья, в своем интервью организатор «Золотой маски» Светлана Янчик нас убедила, что поклонникам театра нужно обязательно сделать два дела. Выбрать спектакль «Золотой маски» и обязательно привиться, чтобы почувствовать себя в зале свободно и комфортно. А мы продолжаем наш выпуск. Смотреть на корабли, сияющие чистотой в лучах солнца, очень приятно. Но не все знают, как важна чистота не только надводной части судна, но и его подводной, невидимой нам части. Огромные группы специалистов, техников, водолазов во всем мире работают над этим. И появление новой техники всегда событие очень важное. И для безопасности кораблей, и для экологии моря. И сегодня в Таллиннском порту с такими новыми технологиями ознакомился Сергей Овченков. То, что Таллинн является дружелюбным по отношению к окружающей среде, это ни для кого не является секретом. Многие учрежения также стараются следовать этому примеру. С сегодняшнего дня в Таллиннском порту будет предлагаться услуга большим лайнерам по очистке внешнего корпуса. Биохимическая коррозия, которая наносит огромный вред корпусу судна, да и другим морским сооружениям, сегодня доставляет немало тревог судовладельцам. Дно корпуса судна, которое возвращается из долгого плавания, выглядит как огромное, так сказать, поселение, колония водорослей и прочих морских организмов. Несмотря на современные средства, которые призваны защищать судна от обрастания, подобный нарост может достигать 500 мм толщину, а порой и более. Потеря скорости достигает 30% от номинальной, при этом настолько же возрастает и расход топлива. Регулярная подводная очистка судна позволяет восстановить изначальную скорость на 95-98%, соответственно, уменьшить затраты на топливо, которое, как правило, составляет почти половину эксплуатационных расходов. С сегодняшнего дня такая услуга по очистке подводного корпуса предлагается и в Таллинском порту. Для нас это большой шаг. В нашей программе развития прописано, что мы должны быть более доброжелательны к окружающей среде. Поэтому было решено внедрить такую услугу в Таллинском порту. Многие корабли, которые приходят в наш порт, приносят с собой под водой различный мусор, прикрепленный к корпусу, который потом оседает здесь. И такая подводная очистка судна позволяет наносить меньший урон окружающей среде. Таким образом, любое судно, приходящее в порт Таллина, может заказать подобную услугу. Мы все прекрасно понимаем, что Балтийское море является одним из самых грязных морей в мире. И, быть может, то, что суда в порту будут очищаться от различного мусора, поможет хоть как-то улучшить ситуацию. Для оказания такой услуги было решено привлечь финскую фирму, которая занимается подводной очисткой судов при помощи водолазов. Если чистить регулярно такой большой лайнер, как Viking Line, то есть примерно каждые три недели, то каждая чистка будет занимать примерно от трех до восьми часов. Для такой очистки вполне будет достаточно команды из трех водолазов, которые будут менять друг друга посменно. Помимо услуг водолазов, порту планируют привлекать к подобным работам из специального робота. Разработка данного проекта уже идет полным ходом, его реализацию планируют начать в ближайшем будущем. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Сегодня, 17 мая, в Центре русской культуры был дан старт традиционным дням славянской письменности и культуры. В свете пока еще действующих ограничений, часть запланированных мероприятий пройдет в виртуальной среде. А с 24 мая все желающие смогут насладиться концертами, лекциями и выставками в привычном формате. Хотя, конечно, фестивалей такого размаха, как, например, славянский венок, в этом году явно не будет. Традиционный фестиваль во славу славянской письменности и культуры вновь порадует всех горожан и гостей нашей столицы различными культурными мероприятиями. В прошлом году, к сожалению, организаторам не удалось провести этот праздник по объективным причинам. Однако этой весной все изменится. Часть мероприятий пройдет в виртуальной среде, но основные концерты все же состоятся, что называется, вживую. Это значит, что, начиная с 24 мая, Центр русской культуры вновь распахнет свои двери для всех желающих. Программа Дней славянской письменности и культуры, как всегда, насыщена и разнообразна. Началось все сегодня с онлайн-лекции «На изломе времен Дмитрий Янчевецкий», которую провела культуролог Татьяна Червова. Параллельно открылись сразу несколько выставок. По счастливому стечению обстоятельств сам День славянской письменности и культуры, 24 мая, совпадает с днем, когда в силу вступят смягчение коронавирусных ограничений. Поэтому желающие смогут попасть на праздничный концерт. 24 мая, именно в сам День славянской письменности и культуры, у нас будет концерт духовной музыки студии «Аллегра» в Малом Зале. И я думаю, что определенное количество людей уже сможет прийти к нам. В рамках фестиваля состоятся и традиционные мероприятия – День белорусской культуры и День украинской культуры. В рамках нашего сюжета, конечно, сложно рассказать обо всех концертах и поэтических вечерах предстоящих дней славянской культуры и письменности. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте venekeskus.ee. Мероприятие по душе найдется для каждого. Ну и, конечно, организаторы ждут гостей на заключительный концерт – День русской культуры, который состоится 30 мая, где выступят танцевальные и вокальные коллективы нашей столицы. Самое приятное, наверное, для всех, кто уже засиделся за это время дома, что не надо будет думать о том, где достать билет, поскольку все мероприятия этих дней традиционно происходят со свободным входом. Бесплатно. О мероприятиях фестиваля новости Талина обязательно еще расскажут на этой неделе. А пока что можно более детально изучить программу Дней славянской письменности и культуры. Приятно, что после долгих месяцев ограничений и запретов мы, наконец-то, сможем насладиться не только открытием ресторанов и кафе, но и вкусить пищей духовной. Вадим Малышкин, Марта Эйнло, новости Талина. Минувшие выходные радовали нас вполне весенней погодой, но на ближайшие дни прогноз синоптиков, увы, не такой оптимистичный. Предстоящей ночью преимущественно облачная погода, без осадков. Ожидается туман. Температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла. К утру возможен ливневый дождь. Завтра днем переменная облачность. Возможны дожди на побережье туман. Температура от плюс 9 до плюс 13 градусов. В ночь на среду облачная погода. Возможен дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. В среду днем облачно. Ожидается ливневый дождь. Вечером без осадков облачность рассеется. Температура от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на четверг небольшая облачность, без осадков, температура от 5 до 7 градусов тепла. В четверг днем облачно с прояснениями, без осадков. К вечеру облачность увеличится и ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. И это все новости Таллина к этому часу. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь. Но хочу напомнить, что завтра в 21.00 мы вновь встретимся с вами, чтобы узнать обо всем самом важном, что произойдет в нашем прекрасном городе. До свидания.